Дорогие друзья, доброе утро, все те и собственно телезрители, которые присоединились к нашему радиошоу соседи. Сегодня в гостях у нас замечательная гостья на рубрику «Открытый микрофон» пришла к нам. Самая красивая девушка авиакомпании Якутия, ну и я не побоюсь, что многих авиакомпаний нашей страны. Юлия Осипова, стюардесса по имени Юля. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, Юлия не так давно принимала участие в конкурсе профессионального мастерства, красоты среди бортпроводниц. Называется он «Топ самых красивых стюардесс России». Ну и собственно говоря, вот мы позвали нашу гостю как раз именно по мотивам этого конкурса. Скажите, пожалуйста, Юлия, вот мы знаем, что вы попали в пятерку финалисток этого конкурса, но в то же время хочу сказать, что та группа поддержки, которая вас сопровождала, поддерживала на всех выходах, ну я напомню, что конкурс проходил в Москве, ну и все отметили, наши болельщики, что Юлия была потрясающая во всех выходах. Это и визитка, это и творческий конкурс. Скажите, а вот что самое-самое трудное было в подготовке вот к этому конкурсу? Так, к финалу мы готовились, получается, после полуфинала два месяца, и я начала готовиться к творческому номеру. Для меня, я же не такой, не творческий человек, а особо таким вот талантом, допустим, да, ну пою, возможно, дома, не танцую. Поэтому как раз вот тема конкурса – это «Любовь моя Россия». И нам нужно было представить свой город, свой родной город. И, конечно же, хотела вот что-то якутское показать, да, и решили показать звуки хамуса, допустим, музыку. Вот, начала тренироваться. И еще я хочу сказать, что вы выступали тогда вот со своей игрой на хамусе, вы просто взорвали весь зал, и были замечательные костюмы, которые были подготовлены нашим замечательным модельером. Да, Акустина Филиппова? Да, ну, действительно, все зрители были потрясены, участницы сами тоже, когда я вышла. По-моему, все в комплексе, и костюм, и игра на хамусе, да, и у меня еще в виде клип был сзади. Все это сыграло роль. Очень красиво было все это подано, очень красиво, и замечательно, и просто потрясающе. И, да, действительно, и мы, и многие, кто болел за вас, ну, были несколько разочарованы в том плане, что вы не вошли вот в тройку призеров, скажем, да, у вас приз зрительских симпатий. Но, как сказали журналисты, это самая честная, самая правдивая, как бы сказать, категория, в которой вы заняли, ну, определенное место, да, получается? Я хочу сказать, что я не разочарована. Я очень довольна своей номинацией. И сейчас я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Не только друзей и коллег, да, хочу поблагодарить, но и незнакомых мне людей, допустим, всех людей, ну, получается, нашей республики, показали, что вот сплоченность делает свое дело, да, получается. Можно все, все, что угодно сделать. Угу. С такой поддержкой. С такой поддержкой. У меня очень сильная поддержка была. И, получается, на конкурсе в самом коллеги мои были, друзья, сестра моя была с мужем. Ну, я хочу сказать, да, дорогие друзья, что все-таки в этом конкурсе на самом начальном этапе, я напомню, что полторы тысячи бортпроводниц хотели принять участие вот в этом конкурсе. И когда жюри отсматривало материалы, портфолио ваше, да, они отобрали только 98 участниц, и затем до финала дошли только 28 девушек, да? И среди вот 28 вы попали в пятерку. Ну, это вообще дорогого стоит, потому что действительно у нас регион ведь не так густо населен, скажем так. У нас единственная такая, ну, одна из единственных авиакомпаний, которая наш перевозчик, это авиакомпания Якутия, которую вы представляли. Я знаю, что от авиакомпании Аэрофлот участвовало сразу несколько девушек. Вот, а от нас выступили вы одна. Скажите, вообще сам конкурс профессионального ведь мастерства, не только красоты. Насколько было трудно, ну, скажем так, продемонстрировать свои профессиональные навыки перед таким вот компетентным жюри? Так, профессиональные знания проверяли в полуфинале. Это было 16 сентября. Ну, у меня таких трудностей в принципе не было. Потому что, да, в принципе, я вот сейчас летаю с старшим варпроводником, и аварийные знания у меня есть. Английские тоже у меня есть, поэтому как-то я не сомневалась. Очень спокойно. Да, ну, не сомневалась, но как-то все равно, это же топ-стюардесс, и соревнуешься с крупными компаниями, да, с представительницами. Но все равно была удивлена, что прошла финал. Ну, вообще это здорово. Юль, скажите, пожалуйста, вот вы пришли в профессию такую, ну, скажем так, мы все это знаем, и в вашем лице вот бортпроводник, когда мы садимся в самолет, мы по тому, как ведет себя бортпроводник, как он нас обслуживает, как он с нами контактирует. Ну, за вами, скажем так, вот надежность всего гражданского флота, как бы, в вашем лице. Так ведь получается, да? То есть не тот, кто сидит за штурвалом, мы его даже порой и не видим, да, кто ведет этот самолет, мягко сажает его и поднимает в небо. А именно вы находитесь среди пассажиров. А ведь бывает очень много так, что, допустим, вот мне всегда везет. Когда я еду в отпуск, обязательно сидят со мной мамочки с грудными детьми, ну, допустим, летят куда-то отдыхать на курорт, и маленькие дети, они постоянно там пищат, они там постоянно там рыдают, плачут, и вот. И в этом плане вот как вы, как бы сказать, ну, успокаиваете вот таких вот и маленьких пассажиров, и вот в чем мастерство? Ну, да, действительно, летают мамы с детьми, да, с маленькими. Ну, маленькие дети, конечно же, они тоже полноправные пассажиры, да? Но, конечно, бывают со стороны пассажиров жалобы, что вот успокойте детей, чтобы не мешали, их тоже можно понять. Но для грудничков, для маленьких детей есть мама. А для того, чтобы как-то успокоить их, нужно создать комфорт маме, имеется в виду, ну, свое внимание, допустим, уделить, да, там, детское питание разогреть или дополнительные пледы принести, ну, что-нибудь, какое-нибудь внимание, допустим. Скажите, а вот есть такие люди, которые, ну, много таких людей, которые боятся просто самолетов, но приходится летать, потому что иначе никак. Как вы их успокаиваете, вот таких вот беспокойных пассажиров, которые, ну, просто, ну, очень, ну, фобией страдают высоты, особенно вот в самолете? Свои спокойствия, и нужно немножко поговорить с пассажиром, сказать, что у нас очень опытные пилоты, и... Ну, как-то вселить уверенность, да, всем своим видом. Да. То есть, может быть, а были такие моменты, когда вот первый раз вы, когда вот ваш полет, помните первый раз? Ну, так смутно помню, но... Вы переживали, выступаете перед огромной аудиторией, вы же там рассказываете, как пользоваться средствами там безопасности, вот эта маска там откуда-то вы должны выпасть, надеть нужно эту маску там сначала на родителя, потом на ребёнка, вы это всё рассказываете. Наверное, это страшно было в первый раз? Ну, хорошо, что у нас демонстрация аварийно-спасательных процедур идёт как видеотрансляция, да, получается? А, то есть, вы, получается, руками только машете, да? Нет, и у нас есть экраны, так что демонстрация идёт на экранах. В принципе, облегчённый такой вот... То есть, вы, получается, контактируете только непосредственно с каждым там пассажиром, да? Да. Скажите, а вот как вам удаётся, допустим, ну, бывает действительно ваш труд, может быть, на первый взгляд, вот как мы думаем, ой, и что там этот бортпроводник, да? Ну, вот их задача обеспечить нам такой комфортный, так сказать, перелёт, да, из точки А в точку Б, ну, и как бы и всё. Вот. И глядя на вас, на бортпроводников, мы всегда как бы смотрим, вы спокойны, вы очень все красивы, у вас отличная такая форма, всегда вы в форме, начиная там от кончиков ногтей, заканчивая там, не знаю, каблучками, да? Да, но ведь за этим стоит огромный труд. Как вы контактируете с грубиянами или, наоборот, с теми людьми, которые, ну, скажем так, вот такие приставучие? Как вы их... Есть такое секретное какое-то оружие, чтобы обезоружить и тех, и других? Так, ну... Обучают этому в школе стюардесс? В школе стюардесс обучают, но всё же бывают разные ситуации, люди разные, да, допустим, поэтому нужно иметь подход тоже разный. Ну, есть грубияны, есть, которые вот недовольные пассажиры, да, сразу их видно, вот, допустим, они только сели. То есть поднимаются, когда на борт вы стоите, встречаете их, и уже можете сразу на глаз определить, о, вот с этим будут проблемы. Да, 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 они когда заходят, уже по ним видно, что они хотят. Повышенного внимания какого-то, да? Да, повышенного внимания. Ну, вот уже они что-то хотят. Внимание публики. Да. Поэтому, если человек недоволен, допустим, нужно дать высказаться ему, выскажаться, потом он со временем, в течение полёта, да, видит, допустим, что есть внимание, что всё предоставляем, допустим, и человек всё равно успокаивается, и в конце полёта он выходит уже благодарен. Ну, это самое, наверное, то лучшее, что как бы в вашей профессии, да, то есть бальзам на душу, то есть все довольны. Да, это очень хорошее, когда все выходят, улыбаются, довольны, благодарят. Это самое, по-моему, такое. Ещё, Юлечка, вот хотела бы узнать, да, вы закончили, и вообще вот как вы пришли в эту профессию? У вас ведь образование совершенно другое было, да, первое? Вы учились где? Так, я училась на факультете иностранных языков, ЕГУ, тогда ЕГУ. По специальности я преподаватель английского языка, литературы, но по специальности я никогда не работала, только вот практику проходила в школах. Вот когда практику проходила, я уже поняла, что вот это не моё. Ну, во всяком случае, что-то похожее как бы есть, вот как вы стоите перед классом, перед вами сидит. Очень много пассажиров. Ну и вы закончили сначала филологический вот этот факультет иностранных языков, а затем как вы? Затем я устроилась в гостиницу «Стерх», работала администратором. Ну, дорогие друзья, мы сейчас вот на этой интересной ноте прервёмся, чтобы затем продолжить наш разговор, но не разбегайтесь. Дорогие друзья, ну вот мы снова вернулись в студию. У нас в студии сегодня стюардесса по имени Юля. Юлия Осипова, одна из самых красивых девушек-бортпроводниц нашей страны. Юлия, скажите, пожалуйста, ну, такой вот вопрос. Ну, мы продолжаем, да, рассказ о том, вот вы закончили СВФУ ЕГУ в прошлом, обладаете английским языком, и вы решили ещё один язык освоить. Как это произошло? Это было летом, когда шла по улице, я случайно встретила свою однокурсницу, Алла Стуяра, вы знаете, да, она тоже закончила в культуре иностранных языков. И она предложила? Она, да, сказала, вот, что собирает группу, хочет отправить в Китай для изучения языка. Я так, у меня в планах не было, конечно же, да, и тут же, вот, услышав это, я решила для себя, что вот, оказывается, я хочу, что-то хочу поменять, уехать. Тогда я работала в банке кредитным экспертом. Вот мы быстро собрали, я была с подругой, вот мы вдвоём собрали документы, отправили нам быстро, ну, всё это было очень быстро. В общем, Юль, это очень такой решительный и такой шаг очень серьёзный, да, потому что вы поменяли даже страну. Да, можно так сказать. Уехали. Куда вы уехали? Я уехала в Китай, город Линьи. Училась полгода, изучала чистый язык, да, и много путешествовала, обездила весь Китай вдоль и поперёк. Ух ты. Ну, было очень здорово, что вот поменять, да, допустим, и путешествовать. Вот решила, давайте сегодня поедем, допустим, пятница, да, сегодня, поедем в Шанхай. Взяли и уехали. Ну, так было очень здорово, я так с теплотой вспоминаю это время. Угу. Да, у меня были однокурсники из Кореи, с ними поддерживаем связь, они сейчас тоже находятся на своей родине, получается. Угу. А кто-то стал стюардессой из ваших друзей? Нет, по-моему, я одна. Да, я одна. А каким образом вы всё-таки попали, вот вы преподаватель английского языка, банковский работник, затем вы поехали вот изучать китайский язык, курсы прошли, да, объездили весь Китай, стали почти профессиональной путешественницей. Каким образом вам вдруг, вот, ну, скажем так, вот пришло в голову, что так, теперь хочу в небо? Ну, вот, когда я была в Китае, мне всё очень понравилось, что вот я поняла, что я люблю путешествовать, что люблю передвигаться, чтобы смена картины была, да. Да, приехала, такой февраль месяц стоял, и было очень холодно, как-то, да, и сразу подумала, если я сейчас устроюсь, ну, тогда я уволилась из банка, да, когда вот перед отъездом в Китай. Приехала, и нужно было устроиться на новую работу, искать, и подумала, если я сейчас устроюсь и буду жить, допустим, как это заново начнётся, допустим, с 9 до 5 или до 6, да, вот такой график работы. И решила найти какую-нибудь такую работу, связанную с туризмом, либо, ну, с частными командировками, перелётами. Долго искать не пришлось, открыла вот ЕКТ-объявление, и сразу нашла объявление о кастинге бортпроводников для компании «Якутия». И вы решили, что надо идти туда? Да, я позвонила, сказали, приходите вот такого-то числа. Вы сразу попали? Сразу попала. Так, потом вы поехали учиться? Да, я потом поехала учиться, прошла медкомиссию, медкомиссию, медкомиссия у нас очень строгая, проверяют всё, всё, сердце там, давление, всё-всё-всё. Нужно иметь очень хорошее здоровье. Да, не только внешние данные, но и здоровье. Это в плане того, что вдруг кто-то вот сейчас сидит, вот молодые девушки хотят, или молодые люди хотят попробовать себя вот в этой ипостаси. То есть нужно обладать не только внешними данными, но и прежде всего, наверное, это здоровье всё-таки должно быть таким железным. Скажите, а вот эта вот школа стюардесс, это как долго учиться, и какие предметы там преподают, легко ли они даются? Так, обучают примерно два месяца. Мы учились в Москве, в школе Новохадской. Там дают основные, допустим, знания, да, конструкции самолёта, какими-то профессиональными терминами, обучают сервису, медицине. Там такие вот курсы. То есть вы первую помощь можете оказать, допустим, у кого-то голова болит, или боли какие-то серьёзные, а вдруг роды в небе. Ну, это мы тоже обучаем, да. Это тоже вы должны быть готовы к этому, да? Да, действительно. И, наверное, вы должны каким-то вот таким обладать умением, ну, как это, самообладание, да? То есть быть, как сказать, немножко отстранённым от ситуации, чтобы правильно оценить и правильно выбрать путь решения той или иной какой-то критической ситуации, какой-то рисковой ситуации в небе. Ведь всё, что угодно может случиться, да? Скажите, а вот вы когда закончили и приехали, вы сразу вот полетели куда-то? Ну, сначала летали по Якутии или, может быть, по России? Или как у вас дальше складывалось всё? Или вас сразу посадили, так, всё, летим в Шанхай там или какой-то чартер? Да, ну, конечно, в мечтах у меня было такое представление, но я начала летать на НС-4. Отлетала 9 месяцев. Ну, хорошо, вот я рада, что вот именно летала, да, вот на НС-4 увидела свою республику. А так у меня не было бы возможности, конечно. Когда бы вы ещё её объездили? Допустим, если бы сразу полетела в Москву или начала такие международные рисы выполнять, тогда не было бы возможности никак. Где вы побывали в республике? По-моему, везде. А где вот самая-самая такая вот природа? Где вам понравилось больше всего? С высоты птичьего полёта? Вот просто завидно. Ну, вы действительно всё повидали, всю республику. Ну, когда летишь на Чешский, видишь такие горы прям величественные. У нас есть горы, да. Но республика очень большая, поэтому у нас природа тоже разная. По-моему, везде красиво. Скажите, а вот вы летаете по разным странам сейчас, да? Чаще всего куда вы летаете? Или куда поставят, или как? Так, ну, в основном летаем вот в Москву, внутренние рейсы. Но международные тоже есть. Китай. Вот недавно была в Корее, в Сеуле, да. У нас там есть время выйти в город. То есть вы там отдыхаете два дня, один день или как? Меньше. Меньше? Меньше. Ну, часов 12. Ну, рейс не такой длинный получается, да, поэтому и стоянка не такая длинная. Но можно успеть посмотреть. То есть поспать и как бы... Да, и поспать, и посмотреть город. И вы всегда пользуетесь этим? То есть я стараюсь, да, стараюсь пользоваться. И куда-то ездить там, посмотреть. Люблю по паркам гулять. И просто по городу. Люблю вот пешие прогулки, чтобы видеть всё. Скажите, вот вы в Китае же, вы говорите, всё осмотрели. Вы наверняка поездом путешествовали, где-то самолётом, где-то там, может быть, на паромах, машинах, ну, в общем, наземным транспортом, да. Вот вы приехали в Корею. Скажите, это сильно отличается вот страны, менталитет, там, ну, парки, вот опять-таки вы же говорите. Вы были в парке там в Центральном, в Сеуле? В Сеуле, так. Ну, у нас там время очень маленькое, поэтому парков у них очень много. Так всё ухожено, деревья. И город сам очень комфортный. Ну, Корея, конечно, отличается от Китая. Вроде бы недалеко, да, расположены друг от друга, но в Корее как-то спокойнее, что ли, люди тоже... Более спокойные. Спокойные, культурные. Скажем так, да. Хорошо. А скажите, а вот по российским городам, кроме Москвы, где вы побывали? В Санкт-Петербурге, Новосибирск, Хабаровск, Иркутск. Так, какие города? И Анадыр, Чукотка. Есть такие места, такие дальние места, да, допустим. В Благовещенск. То есть вы постоянно у вас, вот дома вас не бывает, наверное, да, в году. Сколько вот вы, ну, дома бываете? Дома примерно. Ну, неделю. Я не читала, вот не думала даже. Ну, полгода, наверное, можно так сказать. То есть полгода вас дома не бывает практически, да? Возможно, да. Вам нравится этот вот ритм жизни? Мне нравится очень. Именно вот... Смена. Смена обстановки. Человек привыкает ко всему. Поэтому и к смене часовых поясов, и ко всему привыкаешь. И даже вот если дали рейсы, всё равно держишься в томосе. То есть, скажите, а вы сидите на диетах там, или как, или это вот вся красота, вот то, что дано природой, матушкой? Или вы что-то там прибегали, каким-то там пластическим... Ну, вот сейчас девушки же делают себе там, там, брови рисуют, или там лепят на глаза там какие-то штучки такие, чтобы были века там выделены как бы так вот. Всего этого избегаете, или как? Как вам даётся выглядеть великолепно? Ну вот, не нравится слово диета, да? Не нравится. Нужно питаться здоровым питанием, получается, здоровыми продуктами. Правильное питание, как сейчас говорят. Правильное питание, да. Ну, я не говорю, что вот я такая прям... Только такими органическими продуктами питаюсь. В общем, брокколи с утра до вечера. Нет, такого нет, конечно. Я сладкоежка сама по себе, но стараюсь всё это ограничить. Конечно, это отражается, допустим, ты хорошо питаешься, всё это отражается на коже. Ну, и должно, наверное, быть как бы действительно правильное питание. Вы же должны как бы обладать здоровьем. Если вы будете сидеть на каких-то там диетах, там, я не знаю, ложка гречки там в день, да, ну, никаких сил и не хватит, наверное, для того, чтобы подниматься в небо каждый раз, да, и всё-таки это огромная же нагрузка для здоровья. Ну, и ещё вот у нас осталось совсем мало времени, да. Вот эти компетенции, которые вы получили, учащаясь в Северо-Восточном федеральном университете, ну, Якутском госуниверситете, да, побывав в Китае очень долго, это как-то помогло вам стать вот тем, кем являетесь вы сейчас? Да, могу сказать, что всё это, ну, как в комплексе, допустим, да, не то, что одно дало что-то, а именно всё. И Китай, допустим, тем, что, ага, не знакомая, можно перестроиться. Ну что, дорогие друзья, в студии у нас была замечательная девушка.